Всех приветствую! Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Эта история произошла в Польше. Жила была очень бедная еврейская семья, нищая семья. У них не было денег практически ни на что. Мы не говорим о еде. У людей не было денег ни на одежду, ни на еду в том числе. В прямом смысле слова люди были нищими. И вот скоро должна была наступить зима. Нужно купить дрова. Денег нет. Непонятно что делать. Замерзать, умирать не хочется. Они были вынуждены просить деньги, потому что нужно жить, нужно выживать. Они отправились на улицу, на центральную улицу, просили денег. Никто им не дал. Их выгнали. Еще и с позором достаточно. Им было очень неприятно. И вот они были дома. У них была землянка, очень старая. И ночью они услышали стук в дверь. Они очень сильно удивились. Гостей мы не ждем. Кто в такое время может к нам прийти? Кто нас может навестить? И там стоял мужчина, очень старый, в рваной одежде. У него была очень длинная борода. Он попросил пустить его переночевать. Он не просил ничего, ни попить, ни поесть. Он просил, пожалуйста, дайте мне ночлег на одну ночь. Они люди добрые, душевные. Чем они могли, они его максимально накормили, напоили, приняли. Все, что было. А люди, ну, сами были нуждающимися. Все. Наступило утро. Он ранним утром ушел, поблагодарил евреев, сказал, спасибо большое. Дай Бог, вам это воздастся. Они говорили, дай Бог. Воздастся. С Божьей помощью воздастся. Вот. И так получилось, что на следующее утро мужу выплатили 10% зарплаты. Не платили уже очень много времени. И тут он получил два гроша. И жена говорит, нам надо срочно купить дрова. Все, мы замерзнем, мы умрем. Он говорит, ты понимаешь, что нам не хватит? Она говорит, дай мне, пожалуйста, эти деньги. Я пойду на базар, я буду умолять людей. В итоге она отправилась на базар, она просила. Ее выгнали. Ей опять отказали. Сказали, нищанка, не нужно приходить, если у тебя нет никаких средств. Все. Она полностью разочарованная, разбитая женщина вернулась домой. И муж сказал то, что дома он сегодня чинил кровать и нашел под кроватью 400 грошей. А там была записка. Тот мужчина, который ночевал у вас этой ночью, это пророк Ильягу. Спасибо вам за все и делайте добро. Друзья, давайте мы тоже с вами будем делать добро. Будем милосердными и относиться друг к другу так, как хотим отношения к себе. Браха выцлаха. Всем хорошего дня. У мужчины. Продолжение следует...